Туристичная голена в целом стране и регионах признана одной из самых потерпелых за час пандемии COVID-19. В исснующих умовах у приватности невызначенности перспективы открытия границ в Беларуси принимаются больше активные меры по оживлению внутреннего туризма. Как показала практика, Гродинская область интересует гостям из других регионов, и этот накеронок будет развиваться больше активно. Татьяна Гришук расскажет. Пандемия COVID-19 изменила летние звучки беларусов, и от этого не шаканно выиграл внутренний туризм. Многие проводят отпочинок в неозведанных до этого кропках родной краины, открывающих маловядомые славутости и мястины. И в этой открытии приемно зливляют. Семьи с детьми, молодые, корпоративный отпочинок. Региональный туризм перетворился у камерной и показывает особливую гнуткость и готовность до инноваций. Тому подтверждение створения новых туристско-информационных центров. Усяго в области таких открыто 12. Плануется заявление еще трех – у Берастовицы, ИВИ, а так само Волковыску. Смысл в том, чтобы переформатировать их работу, сделать их полноценными пунктами туристической информации, с развитием социальных сетей, с наполнением ежедневной практической информации, с работой с социальными сетями, и обязательно со средствами массовой информации, туроператорами. Мы планируем написать функционал для работников туринфоцентров и подбирать персонал со знанием иностранных языков. За уважное перемещение вектору развития туризма и рекреации у регионы почнется, як плануется состворение туристичных кластеров. Такие з'явятся у Лидии, з'яя выгодным географичным местоположением и разностайной культурной программой. Фестиваль хмелю, солоду и воды, рыцарский турнир, музычные вечарыны и астен замка – эти мероприемства упрыгоживают спис самых массовых и резонансных. Проект у Кенту Лидии плануется притягне гостей из инших регионов Беларуси, а поспех инициативы, як различуют организаторы, привядит до створения по аналогичной схеме туристичных кластеров у инших районах в области. Объекты размещения, питания, развлечения – это прокат автомобилей, прокат велосипедов, услуги такси, это экскурсоводы, это объекты культуры, объекты историко-культурного наследия, магазины, сувенирная продукция. То есть все-все, что предлагается туристу, объединяется в единый кластер, создается система взаимных скидок, бонусов, по принципу карта гостя. Тяжкости, с которыми сутыкнулась айчинная туристичная голена, обудила творческий креативный потенциал. Период пандемии COVID-19 стал периодом новых идей и великой мотивации. До старту летнего сезона застается амаль два месяца, пакуль говорка иде про перспективы внутренного отпорчинку. А с поляпшением эпидемиологичной обстановкой в Сусвете чакают в регионе и замежных туристов. Как показали опошние годы, туристичный бизнес сдольный стать одним из унушальных драйверов развития экономики региона.